Сегодня добровольцы Карачаева-Черкесии отправились в зону проведения специальной военной операции. Всем выдали необходимое обмундирование и экипировку. О том, кто решил стать добровольцем и что побудило принять личное участие в СВО, узнавала Альбина Ламкова. Состав добровольцев, направляемый в зону специальной военной операции, разный. Возраст тоже есть те, кто уже принимал участие в конфликте на Донбассе. Военные пенсионеры и ветераны горячих точек. Ефрем Рубаев – один из них. Об автоматной очереди в миллиметрах от себя, над головой и о главном условии взаимопомощи на поле боя знает не понаслышке. Ефрем Николаевич принимал участие в зоне грузино-абхазского конфликта. Еще тогда он отправился в числе первых добровольцев. С первой же партии добровольцев мы ушли через перевал после митинга с ребятами. Ну, всю войну там прошел. От начала до конца со всеми. Потом в Абхазии там как бы и остался, и служил там в армии. В острый период конфликта на Донбассе Ефрем Рубаев принимает решение вновь направиться в волну обострения. Первый раз в конце 2015 года попадает в Луганск, затем и в Донецк в интернациональную бригаду «Пятнашка». После затишья конфликта Ефрем Николаевич вернулся на родину – в Черкесск. И вот перед началом спецоперации я опять уехал на Донецк, опять к своим «Пятнашку». Зона ответственности была в Авдеевке. Зона, ну, под Авдеевками находились. На вопрос о том, почему Ефрем Рубаев вновь и вновь рискует своей жизнью, он ответил. Вы знаете, я в советское время давал клятву, наверное, с долгу своему. А когда видишь, что молодые пацаны ложат своей жизнью, как-то не по себе становится. Кто-то должен это делать. Наша вера заключается только в одном – с чести и доблести. Наверное, с долгу своему. Частичная мобилизация в России завершена, но военкоматы продолжают укомплектование войск. И только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на заключение контрактов. Сегодняшние отправляются участвовать в специальной военной операции в составе отряда «Барс». Каждая команда, которая отправляется в добровольческий отряд «Барс» по мобилизации, в обязательном порядке от правительства республики, комплектуется тёплой одеждой, спальными мешками и вообще одеждой по 18 позициям. Вернуться живыми и здоровыми, с достоинством и честью, выполнив гражданский долг – это основное пожелание в напутствие бойцам. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.